Всем большой приветик, вы на канале Creative Heaven. Ну, я сейчас покажу вам свои долгожданные покупочки, заказики. Сначала такую небольшую покупку, потом заказ. Еще один заказ не собрала, но он будет в этом же ролике, просто завтра. Я пришла уже домой, и, короче, пришло повещение, что заказ пришел. Я не захотела, короче, идти обратно на почту. Вот, поэтому, тем более у нас сегодня мороз. Ладно, первая покупка у нас это набор цветных карандашей с фикс-прайса Kids Fantasy. Я сначала хотела Берлинго взять, но потом что-то как-то подумала и решила, что возьму-ка я Kids Fantasy. Проверим заодно, посмотрим. Ну, может быть, зарплаты в пятницу, там, на выходных, и прикуплю уже Берлинго. Ну, такое ощущение, что Kids Fantasy были открыты, пишут 24 цвета, но мне кажется, маленькая упаковка для 24 цветов. Они, наверное, может быть, если только двухсторонние, но это не точно. Сейчас посмотрим. И у них видно, здесь написано, о, они еще такие черненькие, прикольно. Пластиковые не ломаются, типа того. Ну, такое. Видно, что детский вариант, дешевенький. Посмотрим, как они рисуют в самом деле. Хорошо ли они пигментированы. Но оформление такое интересное, прикольное. Не помню, сколько они стоили. Может, 199, может, 99 или 149, как обычно в фикс-прайсе. Любит цены писать свои. Так, ну, так, на первый взгляд, палитра вроде бы интересная. Достаточно желтых здесь прям не так много. И то цвет желтого вы уже можете, наверное, видеть. Он такой, стержень у него-то желтый, а сам карандаш, оболочка его такая зеленая. Ну, это не проблема вообще, как бы. Давайте самые такие красивые оттенки посмотрим. Всю полностью выкраску не буду на камеру делать. Ну, так, парочку карандашиков выкрасим. Ну, не очень. Я не люблю такое качество в карандашах. Тут придется прикладывать усилия. Не все раскраски эти карандаши примут. Это действительно такой детский вариант. Они на стержень у него прям такой тоже. Как будто из не пластика и не воска. Я даже не знаю из чего. Как будто из парафина какого-то, знаете, скользит по бумаге. Не очень я люблю такого качества карандаши. Ну, если что, отдам девчонкам будут. Расцветки вроде бы как бы прикольные. Такие немного вроде как и насыщенные. Ну, прям приходится усилия прикладывать, чтобы у них хорошая насыщенность была. Ну, дешевый вариант, так скажем. Так, муки еще давайте чуть позеленее, поярче. Ну, как поярче. Не особо-то оно и яркое. Ну, так. Да, у меня таких карандашей куча, навалом. В общем-то, поэтому бесполезная покупочка. Давайте красный еще посмотрим. Мне иногда очень интересны эти красные оттенки, потому что их не всегда хорошими делать. Ну, это такой малиновый, наверное. Или вишневый красно-розовый такой оттенок. Так, тогда давайте вот такой красный посмотрим. Ну, свою-то стоимость они, может, и оправдывают, но я ожидала большего. Не то, что я хотела. Поэтому, да, скорее всего, я отдам их своим девчонкам. Не буду я ими пользоваться. Попробую потом берлинга. Если берлинга лучше, то тогда будет отлично. А если вот берлинга такие же, как и эти, ну, грубо говоря, скажем, такое покрытие, как будто восковое. Масляное восковое, что-то наподобие этого. Даже черненький есть. Ну, черный стандартно везде, как бы, есть. Но он не такой прям... Ой, я там, наверное, опять в кадре не вмещаюсь, как всегда, да? Мне еще и самой не видно. У меня штатив закрывает. Камеру-то мою. Ну, короче, в общем, такие карандаши. Так себе. Мне не очень понравилось. Прямо жалею об этой покупке. Просто я уже, как бы, привыкла к профессиональным. Думала, ну, вдруг. Вдруг все-таки дешевые тоже хорошего качества будут. Нет. Не то. Совсем не то. Так. Я переверну страничку, потому что все равно выкраску там сделаю. Ну, и последняя покупка. Наконец-то пришел мне детский мир. Это Кухайнур Хардмунд. Так что сейчас вы увидите, что за карандаши. Я рвать не хочу почему-то. Хотя, в принципе, я ее в любом случае выкину. 1800 стоили эти карандаши. 24 цвета здесь. Сейчас я достану. Вот такой вот набор. Это Tritone. 23 плюс 1. Это Мэджики. Грубо говоря, это Мэджик. Просто в другом формате. И здесь я думала, что я смогу расплатиться бонусами. Но, к сожалению, почему-то мои бонусы не захотели списывать. Типа просто на кассе сказали, что только пробить могут начислить бонусы. Ну, ладно. В принципе, тоже не критично. Так. Здесь еще они вот в такой пленке. Пленку, наверное, придется разрезать. Здесь, как всегда, стандартные расцветки. Серый, коричневый. Сейчас мы их с вами выкрасим. И посмотрим, какие тут оттенки. Мне интересно. Я хотела парочку... Ну, вот эти вот я хотела два цвета. И мне прям очень сильно были нужны. Это такой красно-фиолетово-черный, розово-фиолетово-синий. Именно эти оттенки я хотела. Тут, кстати, вот это вот тоже, в принципе, такой коричневатый, может быть, будет давать оттенок. Ну, ладно. Мы это сейчас с вами проверим. Да. Конечно, вытаскивать сейчас будет неудобно из коробки. Но постараемся. И первый. Ну, в принципе, то же самое, что и... Что и большой стержень толстый. Обычные мэджики. Но у меня ощущение, что здесь грифель рисует лучше. Не знаю почему, но мне кажется, что здесь другой немножечко состав. Ух ты, как он летает. Потому что он прям пигментирован хорошо, мягко рисует, по бумаге идет. Но это мы сейчас еще посмотрим, и в раскрашивании будет понятно, и сейчас другие еще расцветки выкрашу. Будет ясно. Ну, слушайте, нет, мне кажется, их правда эти карандаши немного лучше, чем обычный мэджик рисует. Я, конечно, не знаю, какой у них, ну, есть ли у них какая-то разница. Но в цвете, скорее всего, нет разницы. Скорее всего, здесь разница в составе карандаша. Видимо, в том, ну, те карандаши немножечко с другим составом. Потому что как-то, ну, чувствуется не то. Я, конечно, еще потом, ну, те стандартные карандаши, мэджики большие, посмотрю. Еще раз порисую ими, протестим. Как раз на иллюстрациях на некоторых попробую. И будет понятно, что у нас тут. Вот у нас тут голубой с желтым. Получается, можно рисовать. Ну, я даже не знаю, где можно таким цветом рисовать. Потому что, ну, как бы, воду можно рисовать. Но они не акварельные. И если их есть только блендером смешивать. И, знаете, есть же вот сине-зеленая водичка, да, в некоторых озерах, реках, там, не знаю, в болотах. Так, ну, это обычный, не знаю, немного сочетаний. Меня, конечно, смущают в некоторых мэджиках. Я их немного не понимаю, но не все. Вот этот вообще неизвестно было, можно куда было бы такой применить. А вот некоторые, в принципе, вот эти два точно можно куда-то применить. Этот, в принципе, с серым тоже можно куда-то применить. Синий тоже, в принципе, нормально идет. Вот, как бы, здесь можно раскрашивать обычные иллюстрации. Ничего страшного нету. А вот некоторые, когда разница великая в... Как он называется? В расцветке, да, допустим, блин. Серый, красный и зеленый. Если смешивают, то вообще непонятно такой цвет. Здесь такого, наверное, конечно, нет. Но здесь есть серый, красный и голубой. В чем фишка этого? Это вот этот вот как раз он. В чем его фишка, непонятно. Ладно, когда одни и те же цвета, только разные оттенки смешивают. Тут понятен эффект, смысл такого карандаша. А вот некоторые цвета, сидишь и думаешь, и что из этого получается. Сербур малиновый. Кстати, почти правильно. Так. Ну, тут... Ну, хотя я еще, кстати, с блендером... Ну, у меня блендера не было от... У меня кисы там балуются. От этого... Господи, да скажите мне. От медиков у меня блендера не было. Ни разу в наборах. Это у меня единственный полноценный набор. До этого я брала 6 штук. Наборчик там нету блендера. Но, может быть, с белым здесь эффект какой-то и есть. Не знаю, не пробовала. Так, ну, вот эти вот два цвета, которые сейчас последним выкрасила, интересные. В принципе, вот этот коричневый можно отнести. Здесь есть коричневый цвет. И этот коричневый, если под правильным углом рисовать, то можно куда-то его будет использовать. Давайте, наверное, быстренько блендером, карандашом этим попробуем какой-нибудь цвет смешать. Даже не знаю, не знаю. Ну, давайте вот этот вот. Что у нас тут карандаш этот делает? Хорошо ли он смешивает? Все ли норма получается? Ну, что-то смешивает. В принципе, у меня блендеров куча. Не знаю. Может быть, и другими. Ага. После блендера проводишь, и он на бумагу отпечатывается. Так, на какой мы там закончили? Красно-черно-фиолетовый. Дальше у нас такая палитра. Ну, желтых прям, знаете, здесь большое количество. Дальше там еще будет сейчас несколько желтых. Ну, так получается. Ну, за 1800, я считаю, еще более-менее нормальный этот набор. Не обязательно брать большой набор толстых этих мэнджиков. Можно сэкономить. Ну, по крайней мере, у меня в детском мире трайтон. Вот эти вот карандаши. Они стоят дешевле, чем в мэнджике. 1800. При этом, если они у вас в наличии в магазине есть, то вы можете бонусы списать. Либо при оформлении заказа сразу вы можете списать бонусы, если вы сразу оплачиваете заказ. И получится, что если у вас много бонусов в детском мире, если их уже не нужно тратить ни на какие там каши с трусами и тому подобное, то можно их спокойно, смело списать. Эти бонусы и карандаши вам достанутся за, не знаю, там, за копейки. Вот этот вот на лимончик. Хорошо бы цвет использовать для раскрашивания лимонов, чего-нибудь такого. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, неплохая палитра получилась. Эти карандаши немножечко по-другому все-таки рисуют. Мне кажется, получит немного эффект. Потому что вот серый и коричневый, когда я рисую, раскрашиваю в раскрасках, может быть, это, конечно, из-за бумаги, не знаю. Но у меня, неправильно повернув карандаш, где светлее цвет, он просто его не рисует. Он просто проскальзывает, как будто у меня бумага воском накрашена. В этом наборе такого нет. Здесь нормально я сделала выкраску. Здесь прям такие карандаши более мягко пишут, типа того. Как бы сухие, но при этом они пигмент свой дают нормальный на бумагу. Ничего не проскальзывает. Весь цвет, все три цвета уходят на бумагу. Вот. И это меня радует. И последние мои покупки за незначительное такое время. Это вот последняя моя посылочка с раскрасками. Ну, будут еще, конечно, но пока еще они не вышли, пока еще не сформированы мои заказы. То же самое, также лого-бук. Ничего нового. В основном все беру там. Упаковывают одинаково. Все то же самое, в общем-то. Но я думаю, вы уже по этому поняли, что здесь за раскраски лежат. Это три раскраски, которые я успела ухватить, когда в феврале был завоз. Это от Creative Heaven по номерам. American Landscapes. Так, дальше что у нас? Дальше Sea Alive по номерам. И Country Scents. Еще одна у меня должна прийти раскраска. Точнее, налогобук еще уформлен заказ, но она еще пока не поступила на склад. Тоже третья какая-то по номерам, ой, четвертая по номерам. Забываю постоянное название. Так, ну давайте посмотрим, что же здесь за раскраски и по ценам. Самая дорогая у нас была, это... Так, 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 это какая? American Lands... Да что-то Landscapes. Господи, язык уже нет, не выговариваю. 1085 она стоила, а вот остальные две Sea Alive и Country Scents по 835 рублей. Для меня это выгодно. Я как бы не спешила с этой покупкой, да, я ждала, когда они прибудут на склад. В общем, дождалась, оформила заказ, все, мне пришло. Не стала я, не беру я у девчонок, у кого они дороже стоят. Вот. Мне не к спеху, поэтому я жду, где выгоднее цена. Не на все, конечно, раскраски, но жду. Так, здесь у нас уже совсем другая палитра. Здесь в основном в таких вот пастельных оттенках, да. Ну, зеленые, темные, все остальные пастельные, в принципе, оттенки. Ну, посмотрим, что из этого будет выходить. Так-то вроде симпатичненько. Стандартная раскраска, как и все Creative Heaven по номерам, как и все обычные Creative Heaven, в принципе. Она у нас новенькая, 2020 года. Точно такой же формат, в плане, что тоже все контуры серого цвета. Так, кстати, здесь есть у нас тени. Теней тут нету, это хорошо. Не придется заморачиваться. Хотя, может быть, потом выяснится, что и есть. Ну, я не знаю, здесь смысла нету что-то листать. Кстати, она на перфорации. Перфорация такая тоненькая, ее практически незаметно. Это удобно при раскрашивании. Можно согнуть раскраску, и, в общем, все нормально. Насчет прошита, не прошита, не скажу точно. Не буду прям тут так насиловать раскраску, потому что будет это незаметно. Ну, и иллюстрации здесь, вот я только их тут покажу. Тут так смысла нет листать, там все равно непонятно, что за картинки. Она не сильно яркая, так скажем, да, такие вот. Реально американский стиль. Даже, наверное, техасский, я бы больше сказала, стиль. Больше мне, в общем-то, нечего сказать. Здесь, наверное, 100 граммовка, по-моему, бумага, да. Посмотрим, будем раскрашивать со временем. Ну, здесь, возможно, скорее всего, буду карандашами красить. Не все, но буду, скорее, большую часть иллюстрации буду раскрашивать, наверное, карандашами. Так, ну, давайте посмотрим Sea Alive. Они, в общем-то, все, в принципе, так или иначе, но немного отличаются друг от друга, эти раскраски. Здесь уже будут яркие оттенки, как и в других моих раскрасках. Так, Black Shadow. Это у нас темные тени. Если, ну, вообще, Black, это черные, Shadow, это тени, черные тени. Называется, если дословно переводить с верхней вот этот цвет. Ну, тут уже, да, здесь стандартная палитра, как и у остальных, в принципе, раскрасках. В общем, в основном яркая идет. Ну, я уже примерно знаю, как это выглядит. Вот тут у нас иллюстрации представлены в ярком цвете. Ну, такие тут они прям, не знаю даже, как объяснить. 3D-шные какие-то, что ли, иллюстрации, похожие на 3D-шные бумага. Такая же, 100-граммовка. Также 2020 года раскраска. Ну, вот на лето я с собой, наверное, ее возьму. Ну, эту по номерам, буду ее раскрашивать, потому что будет лето, будут летние тематики в основном у меня на канале, по крайней мере. Вот, поэтому эта раскраска поедет со мной в отпуск отдыхать. Из-за этого, в общем-то, я ее и взяла. Ну, и самое, наверное, интересное, это Country Sense. Тут, наверное, тоже будут, скорее всего, яркие цвета. Так, сейчас я пока уберу. Здесь тоже, наверное, будут яркие цвета. Так, да. И, в принципе, нумерация, нумерация. Ну, нумерация сдвинулась, но название цвета одинаковое, как и в Christmas, как и в... Какая у меня там еще была? Glorious Garden раскраска. Здесь расцветки идентичны, только номер цвета по-другому нумеруется. Вот. Ну, тут яркие иллюстрации, естественно, симпатичные. Кстати, даже, я бы сказала, наверное, весенние, как у нас там, Country, Country, Country Sense. Блин, забыла я, как переводится. Ну, весна. Весна, лето, можно смело, в принципе, и как под весну некоторые подобрать иллюстрации. А может даже что-то и осеннее, вот сбор урожая, можно уже будет к осени ближе раскрашивать. Так, ну, здесь они еще вот иллюстрации, я в конце не показала. Типа такой деревенский стайл, да, у нас лесной, деревенский стайл здесь. Интересненько, прикольненько. Ну, наверное, возможно, что и она со мной поедет летом в отпуск. Буду у бабушки перед тем, как пойти в огород раскрашивать такие иллюстрации. Думала я завершить видео, но мне с Азон пришла посылка сегодня, поэтому я включу сюда эту покупку, так как другие покупки придут еще не скоро. Я заказывала маркеры POSCO двух цветов. Это у нас красное вино или как-то так называется и салатовый. Вот, но я еще заказывала на Алиэкспресс POSCO и, возможно, что салатовых будет два. Потому что, как бы, вроде бы смотришь, названия разные по-английски, написано у них здесь по-разному. Но на колпачики, если посмотреть, так они одинаковые. Вот, и поэтому, не знаю, здесь Light Green, а на Алиэкспресс у меня по-другому немного называется. Вот, ну и посмотрим потом, когда уже с Алиэкспресс придет. Если это все-таки одинаковый цвет, то я один маркер POSCO отдам свекрови, а вторым, ну вот этим вот буду пользоваться сама. Я пятерку, как всегда, беру PK5M от 1,8 мм до 2,5 мм ширина линии. Ну, почти пропитался, можно, в принципе, попробовать нанести. Ну, классный цвет получается для фонов, очень даже будет хорошо. Допустим, как желтый, мне желтый не очень сильно нравится, потому что он прям очень ярко светит. А здесь салатовый такой легкий, свеженький аромат. Ой, фу, аромат. Я просто сегодня духи покупала, и сейчас от меня пахнет, и поэтому я путаюсь. Легкий такой свежий цвет. Ну, пастельный такой оттенок, наверное. И давайте уже это вино посмотрим. У них свойства, как у корректоров. Мне что нравится, они не протекают, не просвечивают. Ну, почти, да, на самой тонкой бумаге, конечно же, просвечивают. Но на обычной бумаге в раскраске, 80-граммовой, и не будут просвечивать. Вот. Ну, если только что уж совсем яркий цвет, и совсем немного. Так, ну, это такое, как бы, вино, но не яркое тоже вино. Достаточно такой, как сказать, не светлый, и не нюдовый. А, такой вот он с сероватым подтоном, так скажем, да. Легкий, нежный, легкий оттенок получается, хоть он и темный, да. Но при этом он не вырви глаз такой, не сильно яркий. Глаза прям так не бросаются, и для фона будет очень даже хорошо такой цвет применять. Не зря заказала, хорошую расцветку взяла. Ну, а на этом точно на сегодня уже все покупки. В ближайшие дни не предвидится вроде как ничего. Всем большое спасибо за внимание. Если вам понравился данный ролик, то обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok